О, а там помойка. Ну ты-то да мразь. Возможно, девушка, но, надеюсь, нет. Ну я просто била тебя плетьми каждый вечер. Вау! Блин, опять ошейник сняли с парня, походу. Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. С вами Юлия Роджерс. И сегодня, опять-таки, по вашим просьбам, я начинаю смотреть сериал «Девочка». И если вы не смотрели предыдущие выпуски рубрики «Глазами зрителя», то обязательно переходите по ссылке в описании под этим видео. Также вот здесь сверху будет подсказочка с ссылкой на плейлист. Переходите, смотрите и обсуждайте вместе с нами. И также перед началом видео я предлагаю вам подписаться на мой канал и тыкнуть на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. О, я так понимаю, это та самая девочка. Лицо у нее весьма недовольное. Ну и дыра. Из одного гадюшника в другой. Смирись, такова жизнь. Ненавижу такие районы. Если бы кто-то знал, как сложно выживать в таких местах. Никакой спокойной жизни. Блин, пожалуйста, пусть здесь все будет по-другому. Да ладно, ты же не в гетто, надеюсь, попала, поэтому все не так уж и плохо, думаю. Тем более вон с парнишкой. Мы переехали из такого же неблагополучного района. На скамейку в другом неблагополучном районе, судя по всему. Мой брат, вот этот Додик. Блин, ну реально Додик. Ну реально, когда он стоит вот в такой позиции, он может и похож на Додика. Но если он расправит свои руки и плечи, то вполне себе ничего, знаете ли. Ой, короче, поступил в очень престижный универ. А я его нянька. Родители заставили перевестись на второй курс тут, чтобы за ним присматривать. В таких местах стоит ему выйти из дома, его тут же первого где-нибудь размотают. Так может быть, стоило выбирать райончик менее стрёмный, раз оно так... Эй, ты мне не хочешь помочь? Так, кто тут мужик в нашей семье? Вот именно. Ну я. Ну так ты и тащи. Ты ленивая до ужаса, вечно лишь бы поспать. Всю жизнь проспишь. Тем более на каменной скамейке, знаешь, девочка моя. Отморозишь себе всё, и всё, и всё. Я закончил, пойдём осмотримся здесь. Слишком много вот этих вот переходов между сценами. Вот этот вот плавный уход в чёрный фон, и потом мы снова из него плавно возвращаемся. В принципе, я думаю, можно было бы и резче склеивать эти кадры, и никто бы особо и не заметил. Как бы обстановка-то и ситуация не меняется, они всё так же стоят вот у этого подъезда, или что это. Поэтому, в принципе, это не требовало того, чтобы вот такие перебивки делать. Можно было бы, как делают сейчас многие Sims-режиссёры, показать какой-то вид города или тот же вид дома, и вот снова вернуться к диалогу. И, в принципе, смотрелось бы неплохо. Вот в данном случае общий вид города или общий вид дома очень бы уместно здесь смотрелся, чем вот этот вот уход-переход в чёрный фон. Ну пошли. Посмотрим все местные помойки, смотри-ка, вот тут на реке стоят, смотри, смотри, вот там барыга у него, можно взять немножко, да. Вот там, вот там ещё одни на реке. О, а там ребята с битыми, обёрнутыми колючей проволокой, ну туда лучше не подходить. О, а там помойка, там, если что, можно еды найти. Ну, в целом, очень дружелюбный и хороший такой благополучный райончик. О, новенькая подстилка. Эй, иди к нам. Нихрена ты дерзкий, офигеть. Девочка, врежь ему. Эйзл, не надо, пожалуйста, не обращай внимания. Что значит не надо? Ты забыл, в каком месте мы находимся? Раз вы в таком райончике, надо показать, кто тут в доме хозяин вообще. Спустишь подобное с рук, и об тебя всю жизнь будут ноги вытирать. Как об подстилку, да, действительно. Этого хочешь, я не пойму. Ну, вообще, не хотелось бы. Ну, вообще, я не против стать его подстилкой, так что ли? Ну, вот и всё, стой здесь, я сама со всем разберусь. А сколько этому пареньку лет, что он не может за себя ответить, за него сестра отвечает? Если она сказала, она переводится на второй курс, ну, если она в универе учится, допустим, ей лет 19-20, парень только поступает. Если в универ, лет 18. В принципе, он уже может постоять за себя, а не прятаться за свою сестру. Ты чё там вякнул? А эти такие за него, вов-вов, всё, мы постоим спокойненько, вот так вот, типа, мы его вообще не знаем, чё за чел, да. Ты язык проглотил или что? Они прям офигели. Так, понятно. Кто у вас тут главный? Ну, допустим. Ну, я, видимо, вот эта девчуля. Тут, короче, заправляют всем девчуля. Что? Девчонка? Серьёзно? Ну, так это и девчонка тут начала наезжать. С чего ты удивляешься, что другая девчонка ими всеми заправляет? Я смотрю, у тебя какие-то проблемы? У меня нет никаких проблем. А вот у вас скоро будут. Скажи своим придуркам, чтобы ко мне и моему брату не цеплялись. Тогда никаких конфликтов у нас с тобой не будет. Просто оставьте нас в покое, окей? Нет-нет, ты не поняла, девочка. Здесь я главная. И условия здесь ставлю тоже я. А что, ты купила весь этот район? У тебя есть какие-то документы, доказывающие, что ты глава этого района? Тебя кто-то наделил такими полномочиями? В этом районе все подчиняются моим правилам. Вот прям все! И бабульки какие-нибудь, которые живут в этом районе. Уж думаю, старые люди найдутся везде. И что, они тебе свои пенсии приносят, хочешь сказать? Ну ты тогда мразь! Будешь тебе понятно? Нет. Давай я и мой брат будем исключением. Я не собираюсь влезать в ваши дела. Мне это вообще не интересно. Мы хотим жить спокойной жизнью. Так тогда вам нужно было ехать в другой район. Что-то родители, походу, просто решили от вас избавиться. И в самые стрёмные запихнули. Ага. И потом все остальные решат, что им так тоже можно. Слушай сюда, ты не посмеешь подрывать мой авторитет. Не люблю я таких, как ты. Именно поэтому я бы не советовала тебе со мной связываться. Ты подумай там. Да, у неё вон какая агрессивненькая причесочка красивая. Мне нравится такое. Ну, типа цветные волосы. Но в данном случае, в данном контексте, она как бы уже неформальная. Она уже выделяется из остальной серой толпы. У неё каре, клёвая, короткая чёлка. И вот эти вот цветные волосы. Так что она девочка агрессивная и может постоять за себя. Подумай. Хорошо. Ну, хотя у этой тоже красная башка. Она тоже весьма агрессивная. Думаю над твоим предложением. Понаблюдаю за тобой. У нас сегодня будет вечеринка. Приходи, если не боишься. А то, может, ты только на словах такая смелая. Посмотрим. И вот опять этот плавный переход между кадрами. Тоже непонятно зачем. Можно было бы и резко просто два кадра склеить. Нормально бы смотрелось. Ну что, пойдём? А, куда? Я слышала ваш разговор на вечеринку. Конечно же нет. Ты что, с ума сошёл? Блин, ну почему? Хоть познакомимся. Блин, да ты даже постоять за себя не можешь. Ты прячешься за свою сестру, а хочешь сунуться на какую-то вечеринку чуваков, которые только что вам угрожали. Ну, блин, а почему мы теперь не пойдём? Так иди. Может, тебя там и убьют, и изнасилуют. Чё угодно сделают, пацан. Иди, господи. Только без сестры. Посмотрим, как ты сам справишься. Там с кем-нибудь. У меня в жизни даже друзей нет. В смысле нет? Да ты вообще какой-то странный. Нет, он всё-таки додик. Я твой друг. Ты моя сестра, это вообще другое. Я тебе сейчас руку сломаю. Она друг, сестра, телохранитель, родитель. Возможно, девушка, но, надеюсь, нет. Да ладно тебе. Давай сходим. Заодно, может быть, мужика там себе найдёшь. Ты слишком агрессивная. Может, и ты себе там мужика ты найдёшь. Выглядишь как додик, которому нужен мужик, чтобы он постоял за тебя. Фу, никогда в своей жизни. От вас мужиков одни проблемы. Не родился ещё тот человек, который может мне понравиться. Ты умрёшь в одиночестве. Да ладно, зато умрёшь спокойно. Так, не отходи от меня далеко. Мне не нравится эта красноволосая. И вообще тут может быть небезопасно для нас. Да ладно тебе. Никаких конфликтов у вас с ней толком не было. Может быть, вы найдёте. Да ладно, парень. Ну вот кто бы говорил. У них были конфликты. Ты что, слепой? Я на это надеюсь. Именно поэтому мы и пришли. Тут ещё и музыка отстой. Может, домой пойдём? Давай останемся хотя бы на часик. Какая скукота. Спать рубит капец. Так, если хочешь здесь остаться, дай мне пять минут. Пять минут поспать на вечеринке, где супер агрессивные ребятки? Чё никто не танцует? Чё такие кислые ребят? Давайте хоть я потанцую. Блин, у тебя такое плечо широкое. Возмужал, что ли? Там другой уже. Да вроде всегда таким был. Йоу, блондинчик. Привет. Вот чёрт. Блин, прости. Тут только что мой брат сидел. Что ж ты молчишь-то? Мне и так нормально было. Понятно. Ты не видел тут случайно парня такого? На додика похожего не видел? Ну, его из толпы сразу узнаешь. Он, кажется, на кухню пошёл. А так а что ж ты такая глава района-то, гроза всех парней, не уследила за своим блондинчиком-то? Что ж ты его отпустила-то от себя? У тебя поводка нету? И ничего не сказал. Ну, я его сейчас убью. Прости ещё раз. Парился ты наглой девчонкой? Мы просто перекинулись парой фраз. Ничего такого. Она просто ещё на моём плече полежала. Хорошо, но держись от неё подальше. Ты же помнишь, что ты только мой? Неправильно общаться с другими... Так а где его ошейник тогда? Поводок, раз ты такая вся деловая. ...девушками, когда ты любишь только меня. Я этого никогда не говорил. Ну так скажи, чтобы у меня не было повода волноваться. Тут ты должна была тогда достать нож, приставить к его горлу, и вот тогда бы он точно сказал. Никто и никогда от меня этого не услышит. Ты мне нравишься. Этих слов тебе достаточно? Тактика этого парня просто гениальна. Вот он молодец. Нечего тут раскидываться. Я люблю тебя направо и налево. Ты мне нравишься. Универсальная фраза на все случаи жизни. Арен, мне этого никогда не будет достаточно. И почему ты такой холодный? У тебя вообще сердце есть? Помнишь, когда ты... Может, у него просто проблемы с кровообращением, сосуды там слабые, поэтому он такой холодный. Я приехал сюда, ты был такой же, как эта девка. Наглый, самоуверенный. А теперь ты щенок ни на что не способный, подстилка, жвачка на моей подошве. Вот такое я люблю. Но я тогда нашла способ заставить тебя подчиняться. Ты сам согласен? Не, я просто била тебя плетьми каждый вечер. На мою сделку. По правилам ты делаешь все, что я тебе скажу. Поэтому я запрещаю тебе приближаться к ней. Тебе понятно? Че за район с разрешенным рабством? Причем эта девчуля как-то сама себе его разрешила, и почему-то все с этим согласились. Кто она такая, что она себе все это позволяет? Серьезно, она глава этого района, глава этого города. Кто она? Больно-то и хотелось. Зачем мне это? Ты просто напридумывала себе глупостей. Хорошо. Может, у нее вообще Шизана просто себе как бы представляет, что она тут глава района. На самом-то деле ее никто и не боится толком. О, нашел себе мужика. Руки свои убрал от него. Че это за модник? Цепочка размером не подошла, он не прошел. Не прошло через голову, пришлось одеть вот так. Что это за мода такая? Такой, типа, хотел клевую цепу, но, блин, размер не подошел, башка вообще не проходит, на шею никак не одеть. Нос большой, нос мешает. Пришлось так носить. Ну, цепа же крутая, ну. А ты еще кто такая? Тебя это волновать не должно. Ник в сторону. Эта девчонка мне определенно нравится. У нее есть характер, и она умеет постоять за себя. Наконец-таки она не стоит, как рыб вареный. Ее унижают, там оскорбляют, домогаются. Она стоит и молчит. Нет, эта девчонка не стоит и не молчит. Она действует, и это здорово. И музыка подходит. Еще раз тронешь моего брата, и я тебя убью. Только в озвучке можно было резче говорить. Чуть больше характера в саму озвучку тогда уже добавлять, что она вот настолько прям дерзкая. А то она как-то, ну так это, ровно говорит. А тут бы эмоции добавить, и будет вообще огонь. Блин, я же сказала тебе, не отходить от меня. Неужели это так сложно? Вот что ты ему сделал? Ничего, задел случайно. Ну я считаю, что ты такой неуклюжий-то, додик, ну... Из-за тебя у нас могут быть проблемы. Вообще-то из-за тебя. Зачем надо было сразу бить его? А ты-то что стоял вообще? Даже ни слова ему не говорил. Тебя там держат. Хотят сейчас побить. А она что, стоять должна и молчать? Она единственная, кто нашелся в этой ситуации, постоять за тебя, как бы за свою семью, за брата. Ну, в смысле? В смысле? Я должна была стоять и смотреть, а потом тебя по кусочкам собирать? Вот именно. Да ничего бы он мне не сделал. Пьяные гопори бы тебе вообще ничего не сделали. Что за бред я несу? Ага, ты бы по-любому не выкрутился. Надо было либо сразу бить первой и сваливать, либо смотреть, как тебе крышка. Хватит мне нотации читать, ты меня достала. Это ты достал быть безответственным ребенком. Никакой благодарности. Безответственным, беззащитным, глупым. А если бы что-то случилось? Тетя бы родителям начала звонить. Мне бы опять влетело по первое число. Мол, я сестра хреновая за тобой не смотрю. А но мне нафиг не надо все это выслушивать. Что бы ты вообще без меня делал? Жил бы самостоятельно и спокойно и жить. Ой, слушай, девочка, отпусти его. Пусть себе живет самостоятельной жизнью. Вот серьезно. И родителям так же. И скажи, я не его нянька. Я не обязана. Блин, опять ошейник сняли с парня, походу. Да, спасибо. Уже уходишь? Ага, нам давно уже пора. Тебя проводить? Здесь может быть небезопасно вечером. Слушай, я умею постоять. Будет очень небезопасно, если как раз провожать пойдешь их ты. Потом в их жизни будет мега небезопасно. Эта красноголовая им устроит веселенькую жизнь. За себя и этого дотика. Я, конечно, против тебя ничего не имею. Но я видела тебя с той красноволосой. И мне проблемы не нужны. Поэтому держись от меня подальше, окей? Она все равно от тебя не отстанет. Хантер, какой позор. Девчонку ушатала моего брата на глазах у всех. Так, блин, ты может просто размером побольше цепочку-то брату купишь? Ему давит на нос, на голову все это дело. Стягивает цепочка в голову. Он немного не соображает, что делать. Не успел сориентироваться, куда удар придется. Блин, я сам офигел. Это было слишком неожиданно. Я тоже таких экземпляров с цепой на носу еще не встречала. Зато я теперь точно знаю, что спокойно мы с ней не уживемся. Она нас опозорила, и мы получили хороший удар по авторитету. Плюс ко всему, она каким-то образом начала общаться с Аароном. А он ни с кем никогда не раз... У него еще и имя Аарон у этого блондинчика. Ну все, пока что мой фаворит блондинчик. Даже мое с ним знакомство началось с фразы «отвали». Поэтому эту девчонку нужно держать на коротком поводке. Иначе она здесь все развалит. Так ты бы лучше парня на коротком поводке держала, а то он каждый раз из ошейника выкручивается и подходит к этой девчуле. Займись этим. Хорошо. Она еще не поняла, с кем связалась. Да ладно, тебя она уже отделала. С тобой все понятно. Сними эту цепочку и не выпендривайся. Хочет подчиняться тебе, будет подчиняться мне. Да она тебя отделала на раз-два, толкнула ногой и ты повалился, как тоненькое деревце на землю. Что теперь ты ей хочешь доказывать? Если тебя уже унизили один раз, потом что-либо доказывать пытаться, но это дохлый номер. Сделаю из нее своего песика. Отличная идея, Хан. Скорее она из тебя сделает своего песика. Цепочка уже есть, есть к чему привязывать и как привязывать к будке. А потом втопчи ее в грязь, как ты умеешь. Втоптали? В прямом смысле слова, прям ногой втоптали, сегодня в грязь его. Да без проблем. Это мое любимое занятие. Валяться в грязи, скорее всего. Ой, блин, опять проспала. Привет, я это, хотел извиниться за вчерашнее. И почему-то все, когда извиняются, они вот-вот стоят именно вот так. Неожиданно. Ну что, шутки, чувак, ты прощен. А теперь извини, я очень тороплюсь. Подожди, я хотел поговорить. Блин, слушай, давай вечером. Вечером вот не факт, может быть он по вечерам надевает эту цепочку, и ему опять будет давить на мозг, и он опять будет вести себя как мудак. Извиниться он хотел, ага. Конечно, так я и поверила. Ну что ж, посмотрим. Бег. Ну что, согласилась? Да, я не успел спросить. Вечером попробую. Тебе она правда нравится? Конечно же нет. Ты ее видел? Девушка должна быть милой и доброй. А это вообще что такое? А парень должен уметь постоять за себя, и когда девушка его бьет ногой, он хотя бы должен постараться устоять на месте. Пирата получил задело от нее. За дело, не за дело. Она совершенно не в моем вкусе. Лекса попросила посадить ее на короткий поводок. Ох, бедный мальчик. Как жаль тебя расстраивать. Но теперь все будет в точности наоборот. Посмотрим, кто из нас будет на коротком поводке. Ах да, я же еще и не в его вкусе. Ну-ну, это мы как раз проверим. Не повезло этой девчонке. С тобой и твоей сестрой лучше вообще не связано. Девчонки, как раз мне кажется, вам не повезло. Эта девочка вам всем еще покажет. С сестрой? Замечательно. Через этого придурка заодно и с ней справлюсь. Очень удобно. Ну что ж, до вечера. Теперь ты никуда не торопишься. Будет время поговорить. Да, что ты хотел? Я тут подумал, может быть, встретимся как-нибудь. Пообщаемся. Вот, вы уже встретились, уже общаетесь. Че еще надо? Да, конечно, давай. А где и когда? Хм, блин, не ожидал, что она так легко согласится. Ты тупой. Пока не знаю, нужно подумать. Ну ладно, как определишься, позвони мне. Давай телефон свой номер спешу. Как же все просто. Она такая наивная дура. А ты такой тоже наивный и тупой. Я справлюсь с ней в два счета. Лекса будет рада. В общем, вот такой вот сериальчик. Мне, в принципе, зашло. Такой динамичненький сюжет. Наклевывается. Интересненький. Про районные разборки. Что-то свеженькое. В принципе, что-то новенькое. Поэтому, надеюсь, что мы будем продолжать смотреть этот сериал. А будем ли мы продолжать его смотреть, зависит только от вас. От того, как активно вы будете смотреть это видео. Лайкать это видео. Также не забывайте оставлять свои комментарии. Проявляйте активность. Еще раз напоминаю, не забывайте подписываться на канал. Ставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Не забывайте также вступать в мою группу ВКонтакте. Подписываться на мой инстаграм. Подписываться на инстаграм моей группы. То есть симовский инстаграм. Ну, а я всем желаю, как всегда, всего самого наилучшего. Всем пока-пока.